Продолжение следует... Продолжение следует... Я ставлю под сомнение выступление госпожи Каримовой, которая ее организация успешно работала при предыдущем президенте и при сегодняшнем. Узбекская власть сегодня говорит, как можно больше осваивайте деньги европейских грантодателей и доноров, воруйте и используйте для личного обогащения. Это факт. Именно поэтому сегодня ситуация только ухудшается. Явным доказательством тому являются недавние события в Каракал-Пагастане, когда было расстреляно мирное население и в этой бойне погибло очень много детей. И, к сожалению, до сих пор списки погибших людей не опубликованы. Кровавая бойня в Каракал-Пагастане – это совместная спецоперация спецслужб России, Казахстана... Извините. Я все-таки рассчитываю, что вы перейдете к вопросам, связанным с торговлей людьми и с борьбой с торговыми людьми, в основном, в связи с детьми. Да, я понимаю, госпожа Медоратор, но это очень важный момент, потому что беззаконие и отсутствие верховенства права и закона дают возможности для сегодняшней криминальной власти торговать детьми. И вот процесс этой торговли, он значительно увеличился с приходом Шавката Мерзияева, потому что в Узбекистане сформировано клептократическое мафиозное государство. И нет никакой возможности защитить вот эти социально уязвимые группы от этой несправедливости, от этого беззакония. Поэтому я вернусь к событиям в Каракал-Пагастане. Кстати, по этому поводу у нас есть пресс-релиз, он переведен на английский и русский язык. Можно будет ознакомиться на стенде для рекламного стенда. Я хотел бы обратиться к представителям Прибалтийских республик, Латвии, Литвы, Эстонии и Польши. Дело в том, что с территории Узбекистана происходит финансирование и предоставление возможностей для ухода от санкций российской власти. В каждом патроне, в каждом снаряде, который летит из российского оружия в сторону Украины и от которого гибнут огромное количество детей, женщин, инвалидов и патриотов-защитников Украины, в этом есть заслуга узбекского сегодняшнего клептократического государства. Россия идет для реализации своего коварного плана по воссоединению проекта СССР-2. И те события, которые происходили в Казахстане в январе, события в Украине, события в Каракалпагастане – это звенья одной цепи. Мир должен понять, что с преступным, коррупционным и террористическим государством России нельзя разговаривать. Я рекомендую странам региона ОБСЕ признать Россию страной-террористом, представляющей наибольшую опасность миру, и признать Владимира Путина террористом номер один, потому что он опасный человек. Путин, застрелись!